В этом видео я вам расскажу о приложениях, которые установлены в этом телефоне Давайте посмотрим меню, контакты Я вам коротко уже показывал, но тем не менее Значит, контакты, имена И мы попадаем в стандартный список абонентов Значит, чтобы вызвать, что мы делаем? Ну, например, нажимаем один раз Здесь у нас можно назначить, значит, картинку Но для этого переместить в память телефона надо Можно назначить аватарчик Можно назначить видеозвонок Можно назначить сигнал Здесь же можно вызвать, передать сообщение И показать чат с этим абонентом Ну и визитная карточка, это, конечно, отдельная ерундень Вот, значит, назад функции добавить новую запись Новый контакт Вот он так добавляется Здесь мы можем написать Контакт и так далее Значит, здесь, как всегда, разделено Это внутренняя память и память сим-карты Если вы помещаете абонента на внутреннюю память То можно на него назначать целую кучу данных Если на сим-карте, то только номер телефона и имя с фамилией Поехали Куэй Джад Это я делал специально Это вот как раз в памяти сейчас сидит Вот мы можем на него фотографию открыть, галерею И новую фотографию взять Ну вот, фотографию назначим Ну так, относительно долго назначается на него фотография Ну вот, например, вот эту И давайте попробуем ему позвонить Посмотрим, как будет изображен аватарчик Так, ну что, давайте позвоним ему А, ну, собственно, миниатюра, к сожалению Миниатюрка Я-то думал, может быть, там Хотя бы на полэкрана изображение будет Ладно, поехали дальше Музыкальный проигрыватель Это будет отдельно Интернет отдельно Сообщения Ну, это вот тоже интересно Конверсейшн сделали Nokia Здесь это в виде чата все сообщения Ну, собственно, вы можете и просмотреть их и обычным вариантом Просто в виде чата удобно тем, что Вы, например, заходите в ВКонтакт Выбираете абонента И вы можете просмотреть все сообщения Всю переписку с этим абонентом Ну, здесь у меня, к сожалению, ничего нету Вот так получилось, что выходные И никто ничего не пишет мне Новое сообщение Кстати, вот я хочу заметить Очень крупный шрифт Это очень хорошо Видно все хорошо, отлично Поехали Значит, новое сообщение Отображается количество оставшихся Здесь у нас показан размер шрифта И, собственно, язык ввода Переключается вот таким вот способом Большие маленькие буковки Т9 и так далее, и так далее Значит, выбор дополнительных символов Вот я нажал на звездочку И здесь вот есть дополнительные символы Да что ж такое нас мучает Дальше в функциях Вставить символ можно Ну, и, собственно, смайлик Дальше вставить объект Фотография, новая фотография и так далее Интеллектуальный ввод Ну, я так понимаю, это Т9 И язык ввода К сожалению, многие писали комментарии о том Что нельзя ввести другой язык Очень быстро Переключиться, вернее, на другой язык Очень быстро Здесь же я каким-то способом переключался Сейчас вспомню, каким образом Язык Ну, это, опять же, не то Язык ввода Как-то я делал переключение О, какой вот Такой смайлик злой В общем-то, как-то я попытался переключить Здесь на русский и на английский Но, опять же, приходится дополнительные делать его движения Вот, здесь я, значит, все вам рассказал Ввод текста Ну, вот, напишем Здесь латинский стоит Ну, вот, опять же, придется Кстати, замечу, что текст вводится здесь Здесь обычно стирается отдельные клавиши клавиатурные А здесь вот стирается на экране Ну, как-то так себе Значит, давайте переключим язык Функции Язык ввода Тоже долго Переход по функциям этим всем Привет Привет Вот Так вот Можно сообщение вводить Значит, пробел здесь Хотя он должен был быть здесь По идее Вот Собственно, вот так все это выглядит Очистка И назад Дальше поехали Фотографии Фотоальбом покажу Где, чего, как Значит, мои фотографии Вот такой фотоальбом Довольно симпатичный К сожалению, это не с этого фотоаппарата Значит, можно увеличивать Что самое удобное Можно увеличивать до бесконечности Ну, так скажем Я шучу, конечно Но, тем не менее Вот вы можете видеть До скольки можно увеличить Какое разрешение Ну, там где-то, наверное, 1000% будет Вот так Назад Можно удалить Отправить Отредактировать Переключение Значит, нажали И пальцем можно Вот так вот Перелистывать Фотографии Здесь можно еще Немножко увеличить Вот так вот Красиво Сохранить увеличенный вид Передать Ну, и так далее Ну, в общем Оригинально достаточно Хотя Несколько медленно Переключается Вот здесь Вот, может быть Скорости не хватает Ну, оригинально Дальше Временная шкала Есть Здесь можно посмотреть Фотографии Там за какой-то Определенный период Вот, можете видеть Ну, ладно Поехали дальше Настройки Это отдельный Пункт магазинов И приложения Значит, есть календарик Вот такой вот календарик Симпатичный Обзор Назад Функции Добавить заметку Можно Так, на сегодня На дату Ну, и так далее Переключение Ноябрь Декабрь Будильник Вот тоже довольно Прикольный будильник В стиле HTC Сенза Вот этот вот Значит Параметры Можно Ну, обычный будильник Дальше Калькулятор Тоже обычный Калькулятор Ничего себе Такого не представляет Галерея Собственно Здесь аудио Видео Сигналы И тому подобное И хитрая такая Хитрый пункт Дополнительная Здесь вот Есть коллекция Запускать не буду Значит Это введение Конвертер Мировые часы Поиск в интернете Здесь есть Опера мини И Шазам Это поиск музыки Дальше Есть сообщество Это Твиттер И фейсбук Запускать его Сейчас не буду Закрыть Если вы у меня Спросите Есть ли здесь Многозадачность Многозадачности нет Но Плеер и радио Можно запускать В фоновом режиме То есть Например Писать смс И слушать музыку Дальше Диктофон Список дел Заметки То же самое И Таймер С Секундомером Вот Наверное Все что я вам Хотел показать Все программы Поэтому Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok